Конституция дает возможность любому кандидату в президенты выходить к народу, обещать что-то своим избирателям, своим гражданам. И после того, как ему выказали доверие в рамках выборов, по сути, любой президент может не исполнять свои обещания. Поэтому ситуация созрела не только для общественно-политического договора, но и для глубоких политических реформ. В рамках работы над общественно-политическим договором использовались материалы, которые мы получили посредством социальных сетей. Был проведен очень глубокий мониторинг предложений со стороны активных граждан, со стороны общества. Параллельно с этим велись постоянно консультации на нашей площадке фонда с общественными организациями и, соответственно, с гражданами с активной позицией. Было порядка 80-80 предложений озвучено. После этого шла работа по сегментации этих предложений. Параллельно с этим, соответственно, мы группировали какие-то предложения. И, естественно, одним из основных опасений в нашем обществе являются опасения, связанные с изменением статуса государства. Почему в нашем договоре определенным пунктом фактически дублируется Конституция? Это связано с тем, что в последнее время усилуются различные слухи, различные вбросы в наше общество на предмет изменения этого статуса, ну, в сторону понижения. Бесспорно, это одна из таких злободневных тем, которая давлеет на наше общество, и поэтому мы решили вложить в этот общественно-политический договор первым пунктом статус государства. Кроме того, что мы решили это сделать из 80 предложений, очень большое количество предложений были связаны фактически с этим же пунктом. Что касается всех остальных пунктов, там пункты, связанные с социально-экономическими процессами, с безопасностью государства и так далее, то каждый пункт, он имеет определенные сроки реализации. Это, опять же, предоставляет возможность обществу впоследствии предъявить определенные требования тому президенту, который будет выбран в рамках предстоящих выборов, на предмет реализации определенных направлений и проектов. Потому что, по сути, мы знаем, в каком плачевном состоянии находятся наши государства, практически во всех сферах и направлениях жизнедеятельности государства. И поэтому это некий, по сути, программный документ, закрепленный определенными сроками для того, чтобы мы, общество, имели возможность впоследствии влиять на ту политику государственную, которая осуществляется внутри страны. Необходимость появления такого общественного договора обусловлена, в первую очередь, тем, что общество очень недоволено действиями властей, не только предшествующих, но и до того. Это обусловлено еще тем, что власть всегда, все последнее время, после войны, время всегда практически закрыта от общества, от нашего. Что они делают, чем они занимаются, мы никогда не в курсе. Мало того, мы все повсеместно наблюдаем, что оно очень мало отражает интересы самого общества, самого народа, поэтому те обещания в виде клятвы, которые отдают они, президенты отдают в начале своего пути, они никогда практически не придержатся своих клятв, обещаний. Люди как ждали, так и ждут перемен. Весь предвыборный период, это всегда много, куча обещаний, которые никогда, я практически не помню обещаний, которые было бы исполнено, ну, за исключением редких каких-то вещей. Некоторые кандидаты, президенты говорят, что разве не достаточно того, что я клянусь на Конституции, вот и клянусь за мной. Но мы уже имеем примеры, когда руководители государства вступали от интересов самого государства, и в том числе от первой главы, уступая, чтично уступая суверенитет нашему государству, пользу каких-то договоров, и общество имеет такие примеры. Я думаю, скорее всего, как граждане, которые подписали этот документ, а его подписали суммарно, наверное, я думаю, несколько тысяч человек в лице от этих организаций, как минимум. Они хотят, чтобы кандидаты обещали им лично. Документ, юридически не обязывающий, но тем не менее, дающий моральное право всем людям, подписавшим документ всему обществу, предъявить потом требования, сказать, что вы, господа, вы нам обещали, посмотрите, вот здесь есть нашу подпись, мы вас снимали, вы нас показывали, тем не менее, вы нам обещали, что вот эти конкретные какие-то вещи, они будут сделаны. Там есть сроки, там есть реализация. На самом деле, мы боимся даже не того, что они там перепрыгнут, вот эти задачи будут реализованы не в рамках этого срока, мы боимся, что будут сделаны какие-то вещи, которые противоречат тому, что мы себе, то, о чем мы их просим, с этим вещам, которые волнуют общество, волнуют нас. Общество переживает, что люди, президенты, руководители, они не понимают наших проблем, они боятся, что непонимание их, непонимание общих проблем приведет к тому, что они, в конце концов, наши отчаяния будут проигнорированы. Мы, в конце концов, наши отчаяния, наши отчаянияどうですか. Если Wirk気 alémtitит demasics, когда ж 빨리 завладboxingwhat theyца хорошим тем, loose- coast, то, чтобы они так проверили. Извесить, что мы сейчас, что действительно работаем с У nä Yeah Upwardsом play, чтобы hun статистому журнему, чтобы неμε land на У на oui-тематику, то, чтобы мы стали 한距あizing с anterior с alt 똑같 �а. то, что мыành betting, читаниями и публикаешь. Да, и в России они не regretтая их кандидача, у них был кандидат. И так сказать, что будут действовать в Козелме, и в Козелме, в Козелме, в Козелме аквалистики, в Козелме, и в Козелме по-английскому сети и в Козелме для воздействия и это будут дефодиваться. Однако, если вас не сразу будет понимать, что мало вопросов, зато так ли они будут делать их, а еще, чтобы было что-то не Clerкое. Иiserно. То есть, условно, был документ с Политикой Евгушхатой. Но снова мы видим, что все это было, что он жил, что его аккуратно отвергло, что самое главное – да ещё условно обнимать решение о применении с 열언ськой. Желтого народа равна церкви. Мы считаем, что народ и народ и народ, с公 Might демография, в Танцate и народ. В Танцate и народ. Я не знаю, что народ считает ценой. С Данцом мы проводим сзади, что результата Конституция и церковь. Он говорит, что это не так. Продолжение следует... и на пиздзейвиз уйдалхат кампаня анусия тахан ханапу муква ира голлабсилад шапшахат из ари оси ипшуна дых халана в нападзавидну узиусу агавдзамы и шейлышка айпшара жа архан за айчкара по нападзавиду течка арпаха бххадзаралай рылу абсирах хоза во езеквилайна дзоид Усавзарабах ахава ажглара иртахуакуб Усавзари хажглар Рывницкая езеквилайна дзоидзе в нападзавиду алла атак бххаркариду бхххуяна ира айпшахата воцпи псказа алла швец Данный договор по факту является базовым для нашего государства и пункты отраженные в нем не зависят в принципе от политических предпочтений взглядов, видения то есть от тех или иных кандидатов общественных партий, организаций мы этот момент учитывали то есть разный взгляд различных организаций но именно в этом документе мы указали те вещи которые как и эксперты так и все общество считает необходимым для успешного реализации успешного реализации нашего государства его развития и поэтому честно говоря на этапе подписания консультации принятия каких-то поправок предлагаемый документ мы увидели серьезные отношения как общественных политических организаций так и кандидатов в президенты обсуждался каждый пункт то есть что в нем какие риски какие плюсы и минусы самими кандидатами с нами то есть мы давали развернутые по этому поводу ответы и на сегодняшний день мы можем констатировать что данный документ будет иметь свое продолжение он имеет силу и эти вещи будут реализованы как минимум людьми которые этот документ подписывали такое ощущение у нас сложилось другой разговор нас смутило то что определенные партии и кандидат президенты все таки отказались подписывать данный документ так как мы неоднократно заявляли что документ можно подписывать с некими оговорками если какие-то конкретные пункты не устраивают но то что не устраивает сам весь этот документ в целом это конечно вызывает большие вопросы как вы обратили внимание в данном общественно-политическом договоре существуют пункты определенные четкие и конкретные то есть по сути все то что нам нужно для строительства эффективного прозрачного развитого государства если речь идет если касаться непосредственно каких-то из пунктов если речь идет о создании предположим первичного учета создание кадастров инвентаризации и так далее собственно говоря даже те сроки которые там стоят это реальные сроки понятно что у нас есть определенные проблемы с кадровым потенциалом но ведь у нас по сути нет даже базы данных специалистов мы ни разу ее не создавали и когда мы заявляем о том что нет у нас кадрового потенциала мы чуть-чуть лукавим потому что мы не знаем своих возможностей как и в государственном имуществе чем располагает государство в плане материальных благ так и в плане человеческого потенциала соответственно для этого нам нужно проводить мониторинг не всегда мониторинг этот проводить нам обязательно своими силами всегда можно привлекать для этого и внешних экспертов но параллельно с этим мы обязаны обмечать свой кадровый потенциал для обслуживания этих систем в том числе и для того чтобы не терять бдительность в рамках вопросов угроз национальной безопасности в том числе и в том числе и которые мыacleем в том числе и в том числе и предусловно в том числе и вы